Солнце – источник энергии, шар, состоящий из раскаленного газа. На его поверхности периодически происходят вспышки, выброс огромной энергии. Ну представьте себе, вот эта выбрасываемая энергия, плазма, это солнечный ветер, который несется со скоростью порядка тысяч километров в секунду по всем направлениям и на своем пути встречает планету Земля. У Земли, в свою очередь, существует магнитосфера, которая защищает планету. В обычные дни взаимодействие магнитного поля и солнечной энергии проходит без особых потрясений. Но не в дни буйства Солнца. Торможение массированной атаки вызывает магнитные бури. Они влияют на технику, радиосвязь, системы навигации, на все, что находится на Земле и ее орбите. Метеозависимые, метеочувствительные люди, страдающие гипертонической болезнью, ишемической болезнью, ощущают эти влияния в виде повышения давления, головных болей. Для людей с сосудистой патологией это ощущается как головные боли, усталость в течение рабочего времени. Особенно страдают метеозависимые. А как перенесли последствия солнечных вспышек химчане? Ответ на этот вопрос мы искали на улицах города. Опрос показал, магнитные колебания прочувствовали не все, но многие. За 220 просто так. У меня нет давления, у меня не повышается. У меня давление, я чувствую. У меня уже такой возраст, что влияет. А каким образом? Что происходит с вами? Ну, самочувствие не очень. Конкретно на меня, наверное, нет, но на мужа все-таки влияет давление, скачет немножко. Магнитная буря это влияет, или атмосферное давление, точно не могу сказать. Ну, что-то есть, это точно. Если верить врачам, количество обращений к специалистам в эти дни и правда увеличилось. Отмечаем, что количество обращений с больных с гипертоническими кризами участились. Также наблюдаем по вызовам неотложной помощи, что учащаются в эти дни обращения. Конечно, это далеко не первые и явно не последние вспышки на солнце. И каждый раз бури, подобные прошедшие, недавно будут воздействовать на нашу планету. К сожалению, способов защиты от них человечество еще не изобрело. Однако медики советуют в любом случае обращаться к специалистам. Ну, или на крайний случай, когда чувствуете только усталость, нервозность и общий упадок сил, больше отдыхать и меньше времени проводить на солнце. Акроман Ивлоев, Андрей Корнилов, Служба новостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!